Муфти Дагестана шейх Ахмад Афанди стал почетным гражданином Кизель-Люрта. Решение было единогласно принято на 13-й сессии городского собрания депутатов. Один в поле воин, сапер-разведчик из Кизляра чудом вышел в зоне СВО. Героическая история Закария Алиева не осталась незамеченной властями республики. Добрая акция по раздаче горячего кофе и цветов дворникам. Студенты Дагестанского гуманитарного института обрадовали знаками внимания хранители чистоты и порядка. Золото и бронза дагестанские самбисты отметились медалями на чемпионате мира. Об итогах соревнований в Казахстане расскажем через несколько минут. ДТП со смертельным исходом. Один человек погиб и двое пострадали. Авария произошла на федеральной дороге в Карабудахкенском районе. Водитель «Лада Гранта» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовой фурой, которая впоследствии столкнулась с автомобилем «Тойота Альфард». Владелец «Тойоты» от полученных травм скончался на месте. Остальные участники происшествия с различными телесными повреждениями доставлены в больницу города Избербаш. Муфтию Дагестана шейху Ахмаду Афандии присвоено звание «Почётный гражданин города Кизелюрта». Решение было единогласно принято на 13-й сессии городского собрания депутатов. Озвучивая предложение, председатель собрания Насрула Гасанбеков отметил, что заслуги муфтия не нуждаются в комментариях. «Он многое сделал для развития и распространения духовно-нравственных ценностей в нашем городе», – подчеркнул Гасанбеков. Напомним, что в 1991 году духовный лидер работал имамом мечети в Кизелюртовском районе. Спустя год он начал преподавать в Исламском институте Кизелюрта, в котором также занимал должность ректора. Хочу напомнить всем, что религиозный путь Ахмада Афандии берёт начало в нашем городе, где он руководил Исламским институтом в самое сложное и напряжённое время для мусульман Дагестана и страны. Он многое сделал для развития и распространения в Кизелюрте религии, заложил прочный нравственный фундамент, на котором сегодня развивается и процветает красивый традиционный ислам. И один в поле войн, если он дагестанец. Сапёр-разведчик Закаре Алиев чудом выжил в зоне СВО. После успешного штурма опорного пункта националистов он попал в критическую ситуацию. Закаре остался один и три недели без еды и воды, отражал атаки врагов. Голодный был, ответный бедный, решил на них напасть. Вариант один был. Ждал, пока птицы уйдут. Искал еду, воду. Потом увидел возле их траншеи мешок стоит с луком. Украл у них. Бойца обнаружили с помощью дронов. Наши военные не могли подойти, но сбрасывали ему провизию. Следуя подсказкам, Закаре прошёл через минное поле и вернулся к своим. Сейчас он в госпитале. О его мужестве и силе духа дагестанского героя, несомненно, будут писать книги и снимать фильмы. А пока – внимание и поддержка от главы региона. Сергей Меликов поговорил с мамой Закаре Халисат. А сейчас самое главное – его дождаться, чтобы он к нам приехал. Я ему пожал руку, вы его обняли. И мы вместе обсудили те вопросы, которые необходимо обсудить. Никак благодарить не надо. Это мы должны благодарить его за его подвиг и благодарить вас за воспитание его. Поэтому ждём его, спокойно ждём, молимся за то, чтобы он побыстрее залечил раны свои, вернулся к нам. И тогда уже будем обсуждать все проблемы, которые есть. Хорошо? Дагестанский гуманитарный институт организовал добрую акцию по раздаче горячего кофе и цветов дворникам. Студенты ещё до рассвета выехали в центральную часть города, чтобы обрадовать хранителей чистоты и порядка. С тёплыми словами и добрыми пожеланиями они проявили к хранителям уюта Махачкалы знаки внимания. Доброе утро! Хотели вам пожелать хорошего дня. И от нас хотели вам дать чуток, одну кофе, чтобы было приятно, тепло, вам лёгкой работы. Пусть кофе согреет вашу душу, а розы подчеркнут вашу красоту. Эти слова вызвали у прекрасных дам позитивные эмоции, чего так и желали студенты. Мы хотели бы вас поблагодарить за ваш тяжкий труд и предоставить вам подарки. Сотни людей в эти дни посещают духовного лидера мусульман Дагестана шейха Ахмада Афанди. Это делегация из разных городов и районов республики. Первая из таких встреч накануне прошла с религиозными деятелями из Кизилюрта и Кизилюртовского района. Среди них были имамы, представители отдела просвещения, фонды «Инсан» и газеты «Ас-Салам». Мы вам очень благодарны во время такого большого потока людей, уделили нам время. Мы благодарны, что в такое тяжёлое время, что Аллах, Субханава Таля, нас сохранил и собрал рядом с вами. Мы вам желаем долгих лет жизни здоровья, и мы всегда с вами рады. В беседе с ними духовный лидер затронул вопросы поклонения и искренности в религиозных делах. Я очень рекомендую, чтобы Зикру как можно больше вычитали и качественно читали. Очень многим простым болезням является как бы лекарством, лечением вот этот Зикру. Когда у нас что-то не проходит, работа не получается, если акцент делать на Зикру, если наше сердце очистить, но если над этим мы будем работать, работа тоже хорошо идёт вперёд. Также муфти выразил благодарность жителям Кизилюрта и Кизилюртовского района за успешную организацию выставки реликвий пророка Мухаммада «Мир ему», которая проходила у них в этом году. В первую очередь я хочу вас благодарить и вашим лицам, всех жителей города, района, за то, что вы такое огромное уважение оказали. В то время, когда реликвии привезли туда, в плане подготовки и в плане сопровождения. Дай Аллах, чтобы у вас всё было благополучно, чтобы вы, ваши дети, ваши родители, чтобы были здоровыми, счастливыми. И дальше тоже мы работали в деле распространения ислама. Следом в этот день шейха посетила делегация из Цумадинского района. Встреча прошла в тёплой атмосфере. Они выразили муфтию готовность поддержать его во всех добрых начинаниях. Духовный лидер, в свою очередь, поблагодарил цумадинцев за активное участие в деле просвещения и укрепление единства мусульман. После к муфтию приехали жители и выходцы Тляратинского района. Встреча состоялась в мечети, возле дома шейха. На нём духовный лидер затронул злободневные темы, в частности, упомянул о вреде наркотиков. Мы знаем, что идёт распространение наркотиков. Некоторые задаются вопросом, почему государство позволяет это? Мы не должны обвинять в этом государстве. Мы должны винить себя. Почему мы не воспитываем своих детей так, чтобы они не прикасались к наркотикам, даже если они находятся перед ними? Почему не воспитываем так, чтобы не приближались к спиртному? Мы будем просить Аллаха, чтобы он сделал наших детей добрыми и великодушными. Встречи завершались коллективными молитвами о мире и благополучии Дагестана и России. Дагестанец Абусупьян Алиханов стал чемпионом мира по боевому самбо. Соревнования прошли в Астане, в столице Казахстана. Спортсмен завоевал золотую медаль в весе до 88 килограмм. Алиханов провел четыре поединка, одолев соперников из Таджикистана, Марокко, Украины и Узбекистана. Другой наш самбист, трехкратный чемпион мира Мухтар Гамзаев в этот раз стал бронзовым призером в категории до 58 килограмм.